Уважаемые дамы и господа, я приветствую вас сегодня и в очередной раз знакомлю вас с правящими фамилиями мира и не только Европы. Сегодня мы с вами будем рассматривать такое государство, как Афганистан. Наверное, вы, может быть, даже в определенном смысле удивлены, потому что ранее я рассказывал исключительно о представителях царствующих фамилий Европы. Но мне показалось весьма интересным обратить внимание на страну, которая сегодня в большей степени связана с определенными не очень положительными информационными сообщениями. Тем не менее, мы должны с вами понимать, что Афганистан – это страна, имеющая очень большой исторический потенциал, это страна, имеющая глубину очень существенную в историческом отношении. И поэтому я бы хотел пролить свет сегодня на то историческое прошлое, которое было у этой страны. И, может быть, если мы с вами разберемся лучше в том, а действительно, что из себя представляла Афганистан, что представляла из себя местная элита этой страны, что, кем, собственно говоря, были эти самые короли Афганистана, как они возникли, мы лучше поймем вообще-то эту государственность, эту сущность очень редкую и исключительную по своему и этническому составляющему и политическому составляющему государства Афганистан. Итак, обо всем по порядку. Что есть такое Афганистан с точки зрения именно терминологии. Итак, Афган, фарси, в переводе с фарси, это молчание, или ауган, тюркское происхождение этого слова, умерший, скрывшийся. А в переводе с там, также с тюркского, с индоевропейского еще, если быть точнее, такого древнего, древний индоевропейский такой, значит, момент языка, значит, это стоять. И в также персидском языке стан означает страна. Хочу сказать следующее, что первоупоминание термина, сам термин Афганистан, он возникает уже во шестом веке и встречается у индийского астронома и математика Варахи Мехиры. В труде Брихат Самхита. Далее он получает свое широкое употребление с десятого века, как и сам термин афганцы. Причем надо иметь в виду, что он тогда обозначал на персидском языке группу пуштунских племен. И термин Афганистан упоминается как обозначение земли к югу от Кабула в записках императора Великих Моголов, империи Великих Моголов Бабура. Он царствовал в начале 16 века. И об этом мы узнаем в Бабурнома, это записки императора Бабура, которые, кстати говоря, были изданы в 1857 году в Казани. То есть в этом смысле мы с вами должны понимать, что Афганистан как государственность возникает позднее, чем тот исторический момент, когда о нем непосредственно уже упоминается как о неком термине. Значит, в отечественной историографии истории Афганистана занимались такие историки, как Массон, это история Афганистана в двух томах, Наука, 1964 год, Теплинский из Советских Союз и Афганистан в 1919-1981 годах, это издательство Наука, 1982 года, Даганковский, империя Дурани, Москва, 1958 год. И также надо отметить, что особенно интересно может быть зарубежная все-таки историография в этом отношении, потому что, понимаете, Афганистан на протяжении очень длительного времени был фактически протекторатом Британии, но мы с вами, когда будем разбираться именно в тонкостях исторического пути этой страны, убедимся, что афганцы, они не давали никому на самом-то деле вот эту самую победу над ними, тех стран, которые очень хотели захватить эти территории. И поэтому, тем не менее, афганцы были очень важны в геополитическом отношении, я об этом буду позже говорить, и британцам. Поэтому очень много работ, посвященных истории Афганистана, сущности этой страны, оставили очень многие исследователи. И, кстати говоря, разведчики английские, которые приезжали в Афганистан в 19 веке, и уже позднее, уже в 20 веке, уже, значит, историю Афганистана писали английские ученые, очень хорошо знающие непосредственно предмет из своего изучения. И, в частности, хочу отметить следующие работы. Это Барфилда, Томаса, «Афганистан. Культурная и политическая история. 2010 год». Дзюбри и Луи, «Афганистан. Принстон. 1973 год». Также это Гриффитса, Джона, «Афганистан. История конфликта. 2001 год». Создание современного Афганистана, «Хопкинса. Работа 2008 года». Миллисона, Джорджа Брюса, «История Афганистана с древнейших времен до начала войны. 1878 года». 1878 год издания. И также это «Исторический атлас Афганистана. 2003 год. Романо Эми». И интересная работа «Мир Гулаша Мохаммеда Губара. Ахмад Шах. Основатель афганского государства, вышедшего в Москве». Это уже к вопросу о тех афганцах, которые непосредственно писали историю этой страны. 1959 год. То есть, как вы понимаете, к чему я это все говорю? Чтобы у вас тоже было представление о том, что Афганистан, он был интересен для науки. Он был интересен для историков как в нашей стране, так и в зарубежье. Не только потому, что как Россия, так и Великобритания, они имели свои интересы в регионе Южной Азии, к которому относится непосредственно территория Афганистана. Но и тем не менее, вот эта страна с точки зрения своего этнического состава, с точки зрения своего политического устройства, она также представляла очень большой интерес. И вот наша большая с вами задача будет именно разобраться в сущности вот этого индивидуального такого этнического состава этой страны и очень тесно связанного непосредственно с политической ситуацией в этом государстве, потому что здесь все одно вытекает из другого. И вот, собственно говоря, мы будем с вами разбираться в этих всех очень непростых хитросплетениях афганской государственности. Итак, что касается именно государственности, то необходимо сказать о следующем, что само географическое расположение страны Афганистан, когда уже, получается, в середине 18 века первая вот эта вот государственность афганская складывается, оказывается в очень сложных обстоятельствах, потому что, с одной стороны, это был Иран, это был сефивитский Иран, империя с запада, а с востока это, получается, британская Индия. Это индийская культура, а с севера это Средняя Азия, и это всевозможные среднеазиатские культуры и цивилизации. И, естественно, что вот это влияние Юга, влияние на Южную Азию, регион Афганистан со стороны Ирана, со стороны Британской Индии, со стороны Центральной Азии, культуры этих всех стран, безусловно, во многом предопределяли и то культурное и этническое своеобразие, которое также имеет место в Афганистане. Хочу сказать о следующем, что в своих работах, вот, кстати говоря, вот мной вышеперечисленные авторы, ученые, они обозначили ряд существенных историко-культурных и геополитических особенностей территории Афганистана. Вот находясь на стыке между Иранской империей сефивидов из запада, получается, и империей великих моголов с востока, с 16 по 17 и 18 века происходил очень сложный процесс формирования первых афганских ханств. И к концу 17 века появились первые афганские ханства. Это хатское в Пешаваре, гератское, и причем гератское ханство, оно нам очень понадобится, потому что во главе этого ханства находился род Абдалии, это род, который впоследствии будет управлять уже единым государством, первым государством Афганистан, как уже централизованным государством. И также это гильзайское ханство, племя Гильзаи со столицы в городе Кандагар, тоже представляло из себя одно из афганских ханств. В 1709 году глава племени Гильзаи, принадлежащей к роду Хатакии, а мы еще с вами попозже будем очень четко разбираться вот именно в этой родоплеменной структуре Афганистана, она будет иметь колоссальное значение до сегодняшнего дня, также имеет это колоссальное значение в понимании того, кто есть кто в этой стране. Значит, принадлежащий к роду Хатакии, мир Ваис Хатакии, живший с 1673 по 1715 годы, он провозгласил независимость в Кандагаре, а его сыну Мир Махмуду Хатакии в 1722 году удалось захватить иранский город Исфахан и провозгласить себя даже шахом Ирана. То есть, таким образом, мы с вами видим, что к началу 18 века представитель афганской знати из рода Хатаки, а именно мир Ваис, он становится даже шахом, ну, его сын Мир Махмуд, он становится шахом Ирана. И, значит, он был убит впоследствии в 1725 году своим кузеном Мир Ашрафом Хатаки, и он также становится шахом Ирана до 1730 года, а затем он был убит в 1730 году в Белуджистане, и, значит, представитель этой семьи Хатаки, последний, кто носит этот титул шах Ирана, хотя, надо сказать, не все в Иране с этим были согласны, это была большая междоусобица за власть, и это Хусейн Султан Шах Ирана из рода Хатаки, из вот этой афганской семьи, он до 1738 года является, значит, шахом Ирана и одновременно с этим Эмиром Кандагаром. Но, чтобы вы понимали, появляется такой очень важный для истории именно ирановый начальник, как Надзир Шах, очень человек воинствующий, вот, кстати, имеющий очень большое значение для истории получения Афганистаном своей независимости. Дело все в том, что в 1747 году, основатель Надзир Шах, он был основателем новой династии в Иране. Это династия, которая уже последствия будет править в этой стране в течение некоторого времени. Но вот, когда в 1747 году Надзир Шах его убивают, воспользовавшись вот этой ситуацией, очень непростой внутриполитической, именно в Иране, один из его ведущих военачальников, афганец по своему происхождению, Ахмад Шах, он происходит из семьи Абдали, то есть вот именно из семьи, которая находилась ранее в управлении в Гератском ханстве. И вот этот Ахмад Шах, он был главой той части армии Ирана, которая была афганской по своему происхождению. Так вот, воспользовавшись убийством Надзир Шаха, его бывший вот этот вот соратник, военачальник, Ахмад Шах, он с этими верными ему афганцами, он уезжает на территорию уже, значит, будущего Афганистана, как независимого государства, и провозглашает, провозглашает независимость, провозглашает независимость вот этой вот территории именно от уже Ирана. То есть с 1747 года мы можем говорить с вами о том, что появляется независимая государственность у Афганистана, хотя надо сказать, что это был очень сложный процесс, он складывался весьма непросто, это необходимо было еще государственность закрепить. И вот Ахмад Шах, собственно, этим и занимался на протяжении всей своей последующей жизни. Причем надо сказать, что с 1738 года он был на военной службе, он поступил на военную службу в Иран с возраста уже 16 лет, сам он родился в 1722 году. И он, надо сказать еще почему, имеет очень большое значение его личность, потому что вот когда мы, если сейчас будем с вами рассматривать более подробно именно ее, мы поймем, какая уже формируется определенная политическая модель вот этой первой государственности Афганистана, которая впоследствии будет определять все развитие этой страны и ее политическую сущность впоследствии. Значит, почему, во-первых, Ахмад Шах еще пользовался таким большим авторитетом? Дело все в том, что он происходил из очень уважаемого рода Абдали, и еще к тому же его прямой предок был, его звали Асадулла, Асадулла хан, он был очень таким авторитетным большим человеком в рамках, значит, вот, гератского ханства. Отец у Ахмада Шаха, история знает, что его звали Мухаммед Заман, хан Абдали, он происходил из пуштунского рода, значит, этот род назывался Садазаев, и из пуштунского племени, и этот род Садазаев, он принадлежал к пуштунскому племени Абдали. Значит, с 1747 года Ахмад Шах, он правит в Кандагаре, причем, надо сказать, что он правит как эмир. Ахмад Шах получает такое прозвище, как Баба, то есть отец, отец и основатель вот этого государства, и основанное им государство, которое он же был человеком очень одаренным в военном отношении, оно постоянно расширяется, и вот эти завоеванные территории, они растут. И впоследствии он объединяет под своей властью территории современного Афганистана, современного Пакистана и части, и части также Индии, северо-запада Индии. И он вот это свое государство называет империей Дурани. Дурани в переводе это означает «жемчужина-жемчужин». И вот, соответственно, будучи по происхождению из рода Хатаки, он принимает вот эту фамилию, новую фамилию Дурани, по уже, вот, собственно, названию того государства, которое им основывается. Значит, надо отметить очень непростой этнический состав этой страны. Исходя из этого, что большинство, во-первых, большинство в этой стране империи Дурани, такой основной костяк элиты страны, занимали пуштунские племена. То есть пуштуны – это доминирующий этнос, и он является таковым до сегодняшнего дня в Афганистане. Пуштуны – это местная элита, это местная знать. Все потом последующие короли Афганистана, они будут принадлежать именно к пуштунам. Хотя надо отметить, безусловно, что также большую основу государственности занимали не только пуштуны, но это и таджикские, это люди также таджикского происхождения. И поэтому, исходя из этого, какие языки были официальные вот в этом государстве империи Дурани? Кстати, хочу обратить ваше внимание, что столицей государства был город Кандагар с 1747 по 1773 год. Затем уже с 1773 по 1823 год столицей становится город Кабул. Он был основан в 1200 году и в переводе означает «Соломенный мост». Я хочу обратить ваше внимание на то, что Кандагар, кстати говоря, это достаточно древний город. И несмотря на то, что он древний, вот тогда, когда Ахмад Шах пришел завоевывать эту территорию, то есть, вернее, утверждать свою власть, вот туда, именно в Кандагар, он столкнулся с такой проблемой, что нужно было фактически полностью восстанавливать этот город. И вот современный Кандагар, он и был тогда этим самым Ахмадом Шахом основан. И причем надо отметить, что вот эти земли тогда, на 1747 год, принадлежали семье предков президента Афганистана Хамида Корзая. Сам Хамид Корзай, он также пуштун по происхождению. Он происходит из семьи аристократической Поползай. И вот эта пуштунская аристократическая фамилия, она владела теми землями, которые были даны его предками, соответственно, вот для Ахмад Шаха, чтобы там строить эту столицу, город Кандагар, уже там, где и сегодня город Кандагар находится. Значит, возвращаясь к вопросу о языке. Официальным языком империи Дурани являются это пушту, фарси, тюркский. И чуть позднее еще также дари, также будет иметь очень большое значение в афганском государстве. Дари – это язык афганских таджиков, хазарейцев и шараймаков. Далее, значит, что еще следует отметить? Что когда в 1747 году Ахмад Шах Дурани становился правителем вот этой всей будущей большой империи, он легитимирует свою власть двумя очень важными способами. Вот здесь обратите ваше внимание на это. Первый момент созывается лоя джирга. Что такое лоя джирга? Это представительный орган, который состоит из представителей различных этнических групп, старейщин различных родов, очень уважаемых в Афганистане. Они собираются для решения определенных внутренних очень важных вопросов. И с 1411 года известно, что лоя джирга, она собиралась. Вот впервые ее упоминание относится именно к началу 15 века. Лоя джирга, она до сегодняшнего дня имеет очень большое значение в Афганистане. Ну, хочу, забегая вперед, сказать, что когда решался вопрос о том, какой будет Афганистан уже после того, как его освободили от власти движения Талибан в самом начале 20-21 века, 2001-2002 год, вот, собственно говоря, тогда вопрос о будущем Афганистана решал именно вот этот исторический представительный орган власти лоя джирга. Но сейчас надо отметить, конечно, с его положением в этой стране есть определенные вопросы, насколько этот орган имеет тот исторический, собственно говоря, авторитет, который был у него ранее. Но, тем не менее, раньше это был очень такой важный аспект. Значит, лоя джирга легитимирует власть Ахмад-Шаха. И второй момент. Ахмад-Шах для провозглашения, во время вот этой церемонии провозглашения себя монархом, будущей вот этой вот его империи, тогда, в общем-то, первого независимого государства, он приглашает, значит, представителей различных этносов, в том числе. Этносов каких? Это Кызылбаши, Белуджи, Хазарейцы. Они были на церемонии его коронации. Причем, хочу также обратить ваше внимание на то, что, кстати, Белуджи – это иранский народ. Одна из таких этнических иранских групп. Значит, коронация представителя вот этой первой династии Дурани, Ахмада-Шаха, она шла по персидскому образцу. И весь двор правителей династии Дурани, он именно и состоял из церемониалов именно персидского порядка. То есть, вот это очень сильное влияние персидской культуры, оно очень чувствуется в империи Дурани, которая просуществовала до 1833 года. Также хочу ваше внимание на что обратить, что тогда еще к Ахмад-Шаху в середине 18 века, если быть точнее, в 1764 году, приехала первая дипломатическая миссия из России во главе с Богданом Аслановым. И тогда же был заключен первый договор между, получается, империей Дурани и Российской империей. Надо отметить, безусловно, большой очень талант вот именно первого правителя династии Дурани Ахмад-Шаха. Скончался он в 1772 году, то есть, он на протяжении фактически более чем 20 лет находился у власти. Он именно талантлив тем, что, во-первых, был хорошим очень руководителем военным. Он смог держать свою империю под контролем, централизовать ее в максимальном отношении. Но, конечно, как вы понимаете, после его смерти произошли очень такие серьезные внутренние проблемы в империи Дурани, которые не позволили этому государству быть во всех отношениях централизованным. И вот тоже хочу обратить ваше внимание на то, что Афганистан, он и был создан-то, по большому счету, как государство, не имеющее какой-то очень сильный такой централизованный аппарат власти. И, как вы понимаете, вот этот полиэтнический состав населения этого государства, он предопределял во многом сущность вот этой политической системы, как империи Дурани, так и потом последствия Афганского Эмирата, королевства Афганистана. Дело в том, что король, монарх вот в этой всей территории, он никогда не был абсолютным правителем, вот хотя, казалось бы, это исламская страна, это исламская монархия, но король не обладал этим самым политическим абсолютизмом, потому что он понимал, что племена различные, и, соответственно, вот эти этносы, что самое главное, они тоже различные в составе этой его большой империи, этого его государства, и поэтому невозможно навязывать свое мнение, всем сразу необходимо договариваться. Поэтому все короли Афганистана, это были те люди, которые в максимальной степени пытались договариваться с теми или иными племенами, входящими в состав большой империи, большого государства, чтобы не было внутренних междоусобиц, хотя, надо сказать, безусловно, эти междоусобицы, они имели место, но я хочу на что ваше внимание обратить, на то, что мы должны с вами разобраться в том очень важном обстоятельстве, что помимо Лои Джирги, вот этого представительного органа, который в 1411 году был впервые, значит, созван для решения вопросов миграции, групп пуштунских племен из Кандагара в Пешавар, это вот еще в начале 15 века такая была цель первого созыва этой Лои Джирги. Здесь нужно отметить, что вот этот доминирующий этнос пуштунский, он имел очень интересный, неписанный кодекс чести. Он назывался Пуштун-Валай, и почему он так нам важен? Потому что вот именно он определял во многом характер поведения афганцев на протяжении всех последующих, как и предшествующих веков, так и последующих веков. То есть, соответственно, когда мы с вами будем рассматривать какие-то определенные ключевые моменты, ключевые вопросы истории Афганистана в дальнейшем, мы должны с вами понимать, чем руководствовались афганцы в решении каких-то своих внутренних вопросов. Значит, вот этот неписанный кодекс чести, пуштун-Валай, он определял порядок и нормы поведения в рамках данной этнической группы. Специальные люди, джиргамары, знающие его наизусть, собирались в случае необходимости разрешить определенный конфликт внутри племени. Эта традиция восходит еще к доисламским временам эпохи Савков. Это древние ираноязычные кочевые племена и к туранскому населению Центральной Азии, состоящего из скифских племен. И причем хочу ваше внимание обратить и на то, что ведь часть территории империи Дурани, вот этого первого афганского государства, оно же ведь было еще и в составе такого государства, как Кушанское царство. Это государство существовало с первого по третье века нашей эры. То есть, опять-таки, когда мы с вами говорим об Афганистане, мы должны с вами понимать, насколько древней, насколько интересной является эта земля, сколько там различных культур смешивалось на протяжении различного периода времени. Итак, возвращаясь к вот этому неписанному кодексу чести, что очень важно отметить? То, что он регламентировал такие понятия, как честь, гаярат, правдивость и мандари, бесстрашие, бадал, побуждал личную ответственность каждого пуштуна за свои действия, предполагал такие нормы, как как раз-таки лоя джирга, собрание старейшин пуштунских племен, уважение ко всем творениям Господа, искусство политического компромисса и примирения, а это очень необходимо иметь в виду, говоря о Афганистане, также месть, обособленность, кооперацию племен, необходимость защиты своих земель от внешнего врага, любовь к своей нации и культуре, и решение конфликтов только правосудие, равенство всех со всеми и невозможность одного диктовать правила другим. Также обращает на себя внимание и тот факт, что принятый у пуштунских племен порядок исполнения решений лоя джирги функционировал следующим образом. Его осуществлял цалвешти, в переводе с персидского это 40, то есть каждый сороковой член пуштунских племен, каждый сороковой мужчина, он вот был самым тем человеком, который контролировал исполнение вот этого решения лоя джирги. Таким образом, это была определенная ответственность каждого вот этого сорокового, в том числе за и будущее той страны, того народа, которому он принадлежит. И хочу также обратить ваше внимание на то, что в случае неисполнения воли вот этой лои джирги могли быть задействованы военные силы, лошкар, они так назывались, которые напрямую подчинялись лои джирге. То есть вот вы представьте себе, насколько этот представительный орган власти в Афганистане, тогда еще, казалось бы, это середина 18 века, на протяжении последующего времени тоже, насколько он имел большие функции, полномочия, возможности, как лои джирга действительно имела вот этот колоссальный, фундаментальный такой политический вес для пуштунов на тот момент. Поэтому мы должны это всегда с вами учитывать, говоря об Афганистане. Валай – это страна, где власть монарха ограничена, она ограничена вот этим, во-первых, неписанным кодексом чести, также она ограничена тем, что различные этносы, и с ними надо договариваться, и причем вот, собственно, пуштун Валай, он и свидетельствует о том, что необходимо, даже будучи пуштуном, договариваться с представителями других племен. Это кодекс чести. И также особенностью доминирующего афганского этноса пуштунов была его, ну, вот эта вот самая родоплеменная, строгая внутренняя иерархия. И нам надо ее тоже обязательно разобрать. Это вот, собственно, во многом даст понимание того, а из чего, из кого состоит вот эта вот самая афганская государственность, как там происходила эта система выстраивания иерархических связей. Значит, первое очень важное место в системе, в этой иерархии, занимало племя, Каун. Оно имело во главе себя хана, и причем известно около 60 племен, разделенных на 400 родов, вот, соответственно, пуштунских. После племени шел род Хелл. Во главе рода стоит Малик. И уже род делится на кланы, на семейства. Во главе этих кланов или семействов стоит старейшина Спинжирай, или Белобородый, или Аксакал, потому что в переводе как раз-таки с матюрского языка Ак – это белый, а Сакал – это борода. Поэтому Аксакал, то, что мы тоже, может быть, часто достаточно встречали, это вот, собственно, об этом. Это Белобородый, уважаемый человек, старейшина того или иного семейного клана. Из чего следует, что основной этнос империи Дурани, пуштунские племена, очень организовали свою жизнь следованию Кодексу Чести, имели четкую внутреннюю организационную структуру, сохраняли традиционно кочевный образ жизни, вот тоже хочу обратить ваше внимание на то, что это и плюс, с одной стороны, но и это и минус. Потому что вот этот кочевой образ жизни, который был свойственным пуштунским племенам, он во многом не давал возможность эффективно развивать, как вы понимаете, сельское хозяйство. Потому что если вы не живете на одной какой-то территории, то о каких, во всяком случае, можно говорить, перспективах того или иного сельскохозяйственного развития, если вы сейчас живете здесь, а завтра будете уже в другом месте совершенно. То есть в этом смысле это, конечно, есть определенная такая особенность Афганистана, и о ней тоже необходимо сказать. Значит, далее хочу обратить ваше внимание на то, что империя Дурани, как я уже сказал, она, вот, собственно говоря, понимаете, и происходила из таких очень своих внутренних политических и этнических своеобразий. Включала в себя эти самые моменты, и в дальнейшем империя Дурани, она, конечно, очень с большим трудом могла вот эти большие свои территории сохранять именно централизованными, централизованными в плане управления. Если мы с вами посмотрим на уже наследников вот этого первого правителя империи Дурани Ахмада Шаха, то что мы с вами увидим? Значит, далее происходил уже с конца XVIII века распад большой империи на различные ханства, в частности, на Пешаварское, Кабульское, Кандагарское и Гератское. И в дальнейшем уже потомки, значит, Ахмад Шаха, они всю эту территорию не могли по понятным причинам полностью контролировать. Значит, его сын и наследник Тимур Шах Дурани, он царствовал с 1772 по 1793 годы, он в 1776 году переносит столицу в город Кабул, и надо сказать, что вот на протяжении своей всей жизни он пытается вот эту централизованную власть и эту власть сохранять, как он может. Причем надо отметить, что ядру его гвардии составляли 12 тысяч кызылбаши, а это по-другому еще их можно, как их еще называли, красноголовые. Это туркаманские племена, поданные сефивитского государства, то есть вот иранского государства. То есть, как мы с вами вот этим, собственно, и можем на этом убедиться, насколько сильна вот это влияние, сильно остается влияние именно Ирана на империю Дурани, на эту афганскую империю. Причем сам Тимур Шах, он был женат на дочери императора Великих Моголов. Вот опять-таки же, это уже влияние со стороны индийской культуры Аламгира II, его дочка этого Аламгира II, она была женой для Тимур Шаха Дурани, одной из жен. Причем хочу обратить ваше внимание, что, как вы понимаете, все это правители исламские, это суннитский ислам, можно иметь четыре жены официально, безусловно, были наложницы, то есть в этом смысле пока никаких таких особенных различий между правителями афганскими по части семейных отношений и какие-то между какими-то иными представителями, тоже мусульманскими, пока не наблюдается. Вот в дальнейшем мы с вами увидим, насколько разница уже будет иметь место. Значит, после смерти Тимура Шаха в 1793 году к власти приходит Зиман Шах, он царствует с 1793 по 1801 годы, он родился в 1770 году, скончался в 1875 году в Индии. Он обязан приходу к власти такому человеку, как Серифрис Хан, причем это был старейшина из племени Брагзаев, а это племя нам очень понадобится. Дело все в том, что это одно из ведущих племен в тогда империи Дурани, и впоследствии именно из него выйдет та династия, которая будет управлять Афганистаном до 1973 года. Но вот именно с потомками Ахмад Шаха, Дурани, с вот этой династией Дурани, представители рода Брагзаев находились в очень таких больших междоусобных спорах. Дело все в том, что вот Зиман Шах, он пришел к власти благодаря представителю династии Брагзаев, а в 1799 году он же Зиман Шах приказал убить того человека из этого рода Брагзаев, из этого племени, если быть точнее, Брагзаев, который ему дал такую возможность прийти к власти. И вот происходит это столкновение между двумя семьями. Чем оно закончится? В итоге на протяжении нескольких десятилетий идет, два десятилетия идет вот эта вот большая вражда между этими серьезными кланами. Сын убитого по приказу Зиман Шаха Серифриза Хана, его звали Фетх Хан из семьи Брагзаев, он причем наследовал своему отцу в статусе главы племени Брагзаев с 1799 года, он захватывает в 1800 году власть и приказывает ослепить Зиман Шаха. И в 1801 году его власть, этого Зиман Шаха, не изложена. Новым правителем династии Дорани становится брат Зиман Шаха, Махмуд Шах, до 1803 года. Затем он был свергнут в 1803 году, но он сможет восстановить свою власть в 1809 году и до 1818 года также становится правителем и в империи Дорани. А с 1803 по 1809 годы находятся у власти еще следующий по старшинству брат Зиман Шаха, Махмуд Шаха, Шуджа Шах до 1809 года, затем еще с 1829 по 1842 годы и в 1842 году он будет убит. Дело все в том, что, да, и еще также успевают поправить буквально некоторое время младшие сыновья Тимура Шаха, то есть, вы понимаете, идет междоусобица большая за власть, Али Шах с 1818 по 1819 и Аюб Шах с 1819 по 1823 годы. То есть, идет большая междоусобица между вот этими двумя кланами Дорани и Бракзаев за власть. И причем хочу обратить ваше внимание, что когда к власти придет династия Бракзаев, вот последствия, они многие будут выбирать для себя жен из потомков, вот именно представителей династии Дорани. То есть, в этом смысле они будут очень на династическом уровне иметь эту генеалогическую связь. Но, вы понимаете, тут происходит еще более очень тяжелая проблема для Афганистана, которая определяет во многом весь ход исторической судьбы этой страны в 19 и в 20 веке. Дело все в том, что Афганистан становится такой территорией геополитических интересов двух империй, а именно это Российская империя со стороны севера, потому что Российская империя, она идет, продвигается в Центральную Азию. И к тому же еще при Павле Первом вот этот вот поход был им санкционирован в Британскую Индию. И очень Британская империя, безусловно, была напугана в буквальном смысле тем, что, оказывается, Россия свои еще какие-то претензии на вот эти территории, их как бы такие уже истконные, контролируемые ими британцами имеет. И вот, соответственно, между Британской империей, вот эти две империи, Российская и Британская, на протяжении всего 19 века, фактически делят Афганистан так, как хотят, по своему собственному усмотрению. А вот правителям, как представителям династии Дурани, так и представителям с 1833 года новой династии Бракзаях на престоле Афганистана, им приходится с этим как-то мириться с ним, им приходится находить общий язык и с англичанами, и с русскими, и, тем не менее, какие-то свои собственные национальные интересы также сохранять. Значит, в 1833 году приходит к власти новая династия Бракзаях. Что о ней следует сказать? Дело все в том, что она, конечно, очень знатна по своему происхождению. Это пуштунская семья. Значит, племя Бракзаях принадлежит к этому этносу пуштунскому. И тот род, который приходит к власти, он называется Мухаммедзай. И к этому роду Мухаммедзай принадлежал Сардар. А Сардар – это князь или принц в переводе. Паенда Мухаммедхан. Он жил с 1758 по 1799 годы, и он с 1774 года был главой племени Бракзаев. И вот как раз-таки этот Паенда Мухаммедхан, или как он еще в историю вошел, как Серифризхан, он был убит в 1799 году. Вот его старший сын Фетх Али, он отомстил за, значит, гибель своего, за убийство своего отца представителем семьи Дорани. Но, тем не менее, сам Фетх Али, старший сын Паендра Мухаммеда, в 1819 году он был ослеплен и казнен, например, по приказу уже Махмуд Шаха Дорани. Это вот следующий, вот я о нем рассказывал, это брат Зимана Шаха. И далее уже наиболее такой серьезной фигурой из династии именно Бракзаев становится с 1819 года следующий по старшинству сын Сардара Паендра Мухаммеда, а именно это Мухаммед, Дост Мухаммед Хан. И вот именно Дост Мухаммед Хан, будучи 20-м сыном Сардара Паендра Мухаммеда, родившийся в 1793 году, он становится с 1827 года официально эмиром Афганистана. Уже позднее, с 1833 года он устанавливает свою власть над, причем империя Дорани перестает существовать. С 1833 года уже вот этот Эмират-Афганистан появляется в более узких территориальных владениях, нежели чем ранее. И вот, собственно, на долю Дост Мухаммеда выходит вот эта очень непростая политическая тематика, связанная с попыткой как-то лавировать между интересами Британии и России вот, собственно, в этом регионе Афганистана. Потому что обе страны нацелены на то, чтобы иметь свое влияние в этом регионе. И, значит, причем ведь тут одна из самых таких больших происходит неприятностей для Афганистана. Это первая англо-афганская война. Она начинается в 1848 году и продолжается несколько лет до 1842 года. И причем здесь, что это все война для утверждения власти англичан в Афганистане. Протекторат они очень хотели там установить свой. И вот именно тогда в Афганистан приезжает разведчик и путешественник Артур Конноли. Он живет с 1807 по 1842 годы. Он является автором путешествия в Северную Индию сухопутным путем из Британии через Россию, Персию и Афганистан, изданную в 1843 году уже после его убийства в Бухаре. И вот что, кстати, если вам это интересно, не поленитесь, почитайте. Очень интересное произведение, вот это вот путешествие его, потому что там он описывает характер именно афганцев, что они из себя представляют как народ, какая у них культура, какие у них особенности. И вот тогда именно этот самый Артур Конноли, он обращает внимание на том, что афганцы это те самые люди, которые никогда не потерпят присутствие какой-то иностранной военной силы на протяжении долгого времени на своей территории, потому что у них есть вот этот кодекс Пуштун-Валай. У них есть это понимание того, что это моя земля, мы никого не потерпим на этой земле, это наша земля, и мы должны ее сохранять, защищать. И в этом смысле это очень интересное было наблюдение, сделанное Артуром Конноли, но, как вы понимаете, это, тем не менее, не было как-то внимательно услышано представителями враждующих сторон за этот протекторат будущий, возможный в Афганистане со стороны России и со стороны Британии. Вот этот раздор большой между империями, и, кстати говоря, да, хочу обратить ваше внимание на то, что Артур Конноли, он также является автором термина «большая игра», который вошел в западноевропейскую историографию уже как обозначение вот этого геополитического соперничества между Российской и Британской империями за свое господство в регионе Южной Азии. Значит, что касается судьбы Дост Мухаммеда Хана, Бракзая. Значит, при нем происходит в 1841 году, собственно, в годы Англо-Афганской Первой войны, происходит восстание пуштунских племен против англичан. И вот, собственно, англичане уходят ни с чем, надо сказать. Они не смогли тогда утвердить никаким образом свою власть над Афганцами, причем там очень много людей было убито, очень много пострадало. Самые большие такие потери тогда вот впервые Англия понесла в результате вот этого своей попытки захватить тогда территорию Афганистана, принудить ее к протекторату. В 1855 году Дост Мухаммед подписывает, тем не менее, с Англией договор с Эргенри Лоренс, он глава комиссии в Пенджабе британской. И вот, собственно, этот договор, он так или иначе, но свидетельствует о том, что Афганистан в лице Дост Мухаммеда подтверждает тот факт, что Британия, она во многом определяет, безусловно, внешнеполитическую стратегию именно афганского государства. Что касается наследников Дост Мухаммеда, в 1863 году он скончался в Гератии, и ему наследует его второй сын. Дело все в том, что старший сын Акбар Хан живет с 1816 по 1845 год. Это был очень амбициозный молодой принц, он даже хотел царствовать ранее, чем даже того хотел его отец, и поэтому есть такая версия, что его отец Дост Мухаммед даже сам его приказал отравить. Дело все в том, что Акбар Хан, он был очень таким популярным из-за своей такой вот очень яркой позиции. Он себя ярко очень проявил как защитник своей земли в войне с англичанами, поэтому был очень популярен. И в 1845 году он скончался еще при жизни своего отца, и наследником Дост Мухаммеда, то есть вот этого первого правителя Афганистана из династии Бракзаев, становится следующий по старшинству сын Шах Али Хан. Он живет с 1825 по 1879 годы, царствует с 1863 по 1866 год, и с 1868 по 1879 годы, причем он отрекся от престола. Он похоронен в голубой мечети в городе, значит, Мазари-Шарифе. Для него специально там был организован мавзолей после его смерти. Значит, он 6 лет находился в междоусобной борьбе за власть со своими братьями. И надо отметить, что, конечно, вел очень такую большую борьбу и с местными племенами для утверждения определенной централизованности характера власти, но, надо сказать, не очень успешно в этом смысле, потому что Афганистан не представлял, как я уже раз неоднократно говорил, какую-то некую единую, такую вот очень четкую монолитную государственность. Это все равно были различные племена. Те или иные какие-то главы племен, они тоже имели свой определенный авторитет. Поэтому, конечно, вот этот монарх тот или иной в 19 веке, он также не был абсолютно правителем и полным хозяином на всей той территории, которую он наследовал. Значит, а наследником шаха Али-хана в 1865 году становится Мухаммед Авзаль, это его младший брат, и до 1867 года он становится правящим эмиром. Потом, значит, шах Али вновь эту власть получает, а после уже падения окончательного власти шаха Али в 1879 году его власть переходит к его сыну старшему Мухаммеду Юкубу. Он царствует с 1879 по 1880 годы. Причем надо отметить, что в 1879, то есть меньше одного года, он подписывает в 1879 году очень невыгодный с Англией гандалакский договор. И по этому договору Афганистан потерял большую часть своей территории и был обязан допустить на свою территорию именно английского резидента, который уже должен был быть по определению тем человеком, который определял политическую сущность, значит, политическую жизнь Афганистана. Но вот это так возмутило афганцев, то, что на какой компромисс пошел их правитель, что был убит этот английский резидент, было восстание, и Мухаммед Юкуб был вынужден уехать из страны. Он отрехся от престола, скончался в 1923 году в Дели. Причем вот тогда, в 1880 году, ему наследовал его младший брат Мухаммед Аюб хан, но он был номинальным ханом всего в течение некоторых, буквально некоторого времени, в 1880 году, он был вынужден также бежать из страны. Он бежал в Индию, в Лахор, и далее он, значит, получал пенсию уже от англичан, потому что был им лоялен. Но, значит, после 1880 года к власти приходит Абдул Рахман. Это эмира Афганистана, являющаяся двоюродным братом для Мухаммеда Якуба и Мухаммеда Аюба. И вот этот Абдул Рахман с 1880 по 1901 годы, он правит в Афганистане. Он родился в 1844 году в Кабуле. И надо отметить то, что вот когда происходила эта междоусобица в рамках уже семьи Баракзаев, этого клана Баракзаев в Афганистане, сам Абдул Рахман находился в Средней Азии, в Самарканде. И поэтому его сыновья, будущие миры Афганистана, они родились на территории Средней Азии, в Самарканде и в Ташкенте. Значит, Абдул Рахман, ну тогда еще Россия полностью себя не утвердила в Средней Азии, но надо отметить, что Абдул Рахман, он вообще был очень в внешнеполитическом отношении, ориентирован на Россию и выбирая между Британией и Россией, ему была ближе Россия. И, значит, Абдул Рахман, тем не менее, он был тем правителем, который был вынужден пойти на очень непростое решение. Дело все в том, что, вот представьте себе, значит, он правит Афганистаном в тот момент, когда две империи, российская и британская, определяют границы этого государства. В 1885 году был заключен между Россией и Британией договор о северной границе Афганистана, и вот это уже определило такую проблему, надо сказать, для этой страны, потому что таджики, которые тогда населяли вот эту территорию Афганистана, они оказались отрезанными. Часть оказалась в Российской империи, часть оказалась в Афганистане. Это в 1885 году. А вот в 1893 году был заключен еще более непростой, очень такой, во всех смыслах, это в городе Равалпинди был заключен договор между Афганистаном и Британской Индией, и он еще входит в историю как линия Дюранда. Это линия, по которой племена пуштунов, они оказываются разделенными между Афганистаном и между, соответственно, Британской Индией. Вот впоследствии в 1947 году часть северо-запада Британской Индии получает свою независимость, и образуется государство Пакистан. Так вот, именно на территории современного Пакистана, тогда, в 1893 году, оказалось огромное количество пуштун. В 1893 году это происходит. И это несколько миллионов пуштун оказываются, от 8 до 9 миллионов пуштун оказываются на территории Пакистана, а другая на территории Афганистана. То есть, вот, понимаете, ключевая проблема на самом-то деле Афганского региона, Афганистана как государства, и стала вот следствием такого принятия решений со стороны России и со стороны Британии. Дележка границ без учета этнического вот этого принципа, без учета тех территорий, на которых эти народы расселялись. И вот вам, пожалуйста, проблема, которая впоследствии уже будет иметь очень большое место в истории Афганистана в 20 веке, потому что, когда будут проблемы после входа в Афганистан советских войск, многие афганцы побегут куда? Именно в Пакистан. Там, где жили и живут вот эти также пуштунские племена, родственные им, а у них и многие родственники там живут, и вот именно там, в Пакистане, будет формироваться уже вот тот очаг в 70-х, даже это начало 80-х годов, середина 80-х годов, тех, кто впоследствии будет составлять движение Талибан. Дело все в том, что местные, местные вот эти вот молодые, совсем еще ребята, они учились в премедресе и получали вот такое достаточно ультра-радикальное образование. Но вот опять-таки же это все следствие, это все цепочка исторической определенной данности, которая есть в прошлом Афганистана. То есть вот не понимая вот этих вещей, мы и не сможем понять, а почему, что там происходило на протяжении уже 20-го века, почему там такая непростая политическая история была. Вот, собственно говоря, ее фундаментальные такие причины, тех проблем, которые уже впоследствии в Афганистане будут иметь место, они зарождались еще тогда, на протяжении 19-го века. И вот Абдул-Рахман в 1901 году он скончался от этой мира Афганистана. Он, причем, надо сказать, оставил после себя автобиографию, которая так и называется, автобиография Абдул-Рахмана, хана и мира Афганистана. Она вышла еще в 1902 году в Санкт-Петербурге. И, значит, наследником Абдул-Рахмана становится его старший сын, Хабибулла-хан. И вот уже о правителях Афганистана в 20-м веке, о этих двух сыновьях и еще нескольких внуках правителя Абдул-Рахмана я расскажу в своей следующей встрече, посвященной Афганистану, этой непростой очень стране, с весьма непростой историей. Поэтому будьте со мной далее, изучая историю Афганистана. Я надеюсь, что вы для себя можете там подчеркнуть много всего интересного. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующей встречи.